Контроль лосов им занимается служба экологического контроля МУП Водоканала. По мнению специалистов, многие жители выполнили требования природоохранного законодательства, установили лосы, а вот их обслуживанием не занимаются. В итоге оборудование фактически работает впустую. Взятые пробы на 36 участках не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Следить за работой лосов поможет Роспотребнадзор. Обращение в тот же Роспотребнадзор, в лабораторию аккредитованную, которая должна проводить производственный экологический контроль, также отбираться пробы на соответствии качества. Но качественную работу очистных сооружений выполняет сам собственный. На то есть паспорт локального очистного сооружения, где все четко и ясно прописано. Большинство своим собственник, установив локальные очистные сооружения, считает, что он раз поставил и забыл. На самом деле это не так. Водоканал обследовал в городе 400 объектов. В результате на 80 приходилось ограничивать подачу воды, так как есть нарушения. В селе Измайловка система очистки сточных вод, существующая в советские времена, сейчас не работает, поэтому происходит сброс неочищенных сточных вод на рельеф. Здесь и частный сектор, и многоквартирные дома. Порой там, где люди и хотели бы поставить лосы, не получается. Мы не можем сделать никаких локальных очистных сооружений, потому что здесь муниципальная земля. Мы не имеем на это права, понимаете? Там, где есть серьезные нарушения, ограничивают подачу воды. В любом случае с жителями проводятся профилактические беседы. Лосы должны быть везде, и у домов, и у школ, и у клубов, и у коммерческих предприятий. И не просто должны быть, а обслуживаться. Сельчане просят, в свою очередь, власти курорта ускорить процесс включения Измайловки в городскую программу канализирования. Известно, что подключение села к городской канализационной сети запланировано на ближайшие годы. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.